Добрый вечер, в эфире информационный выпуск Амши Экшара, сегодня в выпуске. Добрый вечер. Причина перебоя водоснабжения в столице и какие ведутся работы. Президент Абхазии Аслан Бжаня подписал указ о призыве в апреле-июне 2022 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении граждан, проходящих военную службу по призыву, сообщает пресс-служба главы государства. Согласно указу, с 1 апреля по 30 июня 2022 года на военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву. Пример-министр Александр Анкваб обсудил с начальником управления капитального строительства Тимура Магарба ход реализации инвест-программы. На текущий момент реализовано порядка 65 мероприятий, в основном по ремонту дорог, водопроводных и канализационных сетей. По словам Магарба, работы по капитальному ремонту дорожного покрытия были усложнены некоторыми вопросами водоотведения, задержками в поставках битума. Проблемные вопросы постепенно разрешены. Через 10 дней начнется укладка асфальтового покрытия на улицах столицы Гулия, Джонуа и Абазинска. Капитальный ремонт системы водоснабжения в селе Абгархок завершен в первом квартале текущего года. Аналогичные работы ведутся в селе Звандребш и Мгудзруха. В центральной части Будоуты ведутся работы по капитальному ремонту разводящих сетей водоснабжения, которые завершатся в четвертом квартале текущего года. Начатые работы по освещению республиканской трассы Сухомощ-Чемчира. Срок сдачи объекта согласно контракту – конец 2022 года. Однако, по словам начальника УКС, объект будет сдан раньше. Ведется строительство полигона твердых бытовых отходов в селе Кацикыт. Срок сдачи – конец года. Ведутся работы по реконструкции подстанции Бзыбь. В столице снова перебои с водащей питьевой воды. О том, что стало причиной отключения и какие работы ведутся для устранения проблем, в репортаже СМГУЛАНСИЯ. Ремонтные работы одновременно ведутся в нескольких районах столицы. На пересечении улиц Вороново и Арзенба еще месяц назад произошла крупная авария. Утечка тогда была временно ликвидирована. Сейчас проводится замена старых труб. Из-за постоянно прибывающего потока воды сварочные работы могут затянуться до позднего вечера. Здесь 300-миллиметровая чугунная труба, такая же стальная, а там в перемешку сделано. И много стыков. И каждый стык протекал. Вот сейчас сегодня решили, используя остановку, решили заменить эти трубы одной цельной трубой и одной врезкой обойтись электросварной. Еще одна поломка произошла на пересечении улиц Дебар и 4 марта. С трубами здесь проблем нет, они новые. Из строя вышел пожарный гидрант, с помощью которого машины спецтехники заправляются водой. В данный момент проводится замена устройства. На улицах Джонуа и 4 марта ремонтные работы уже завершены. Здесь у нас водовод проходит диаметром 500 миллиметров. Там катушка называется, эта вставка. Прокладку выдавила, мы ее восстановили, поставили на место, затянули. В дальнейшем планируется установка здесь колодца железобетонного на перспективу, чтобы вдруг какие-то, если будут неполадки, чтобы не вскрывать дорогу и проводить ревизию. Масштабные работы ведутся на 300-миллиметровом водоводе в селе Гумиста на улице Эшерская. Это бывшая советская железнодорожная линия, но теперь ее передали в водоканал, мы ее обслуживаем. Года полтора-два, наверное, она через гору поднималась, ее ввели. И вот там, где ее ввели, там тоже стык, видимо, потому что вчера мы не смогли туда подойти. Нам предстоит тоже там еще одна пайка. По словам специалистов, подача питьевой воды в городе будет восстановлена примерно к 12 часам ночи. В Государственной Думе прошло заседание рабочей группы на тему укрепления политических и экономических связей между Абхазией и Россией с участием Иннала Арзенба и представителей различных фракций Госдумы. По словам министра иностранных дел Иннала Арзенба, принято решение о создании комиссии по обсуждению актуальных вопросов абхазо-российских отношений. Министр иностранных дел Абхазии Иннала Арзенба находится в Москве с рабочим визитом. Мы обсудили самые такие актуальные вопросы нашего межгосударственного абхазо-российского взаимодействия и приняли решение создать определенную комиссию по обсуждению этих актуальных вопросов и планируем в ближайшее время соответствующее заседание расширенного комитета. Вопросы основные, которые мы обсуждали, сводятся к следующему. Это вопрос упрощения режима пересечения на Абхазо-российской границе. Это очень важный вопрос, который сегодня приобретает особую актуальность в связи с международной обстановкой, которая складывается. Это очень важное направление, чтобы российские граждане могли пересекать границу спокойно и в таком более активном режиме. Кроме того, вопросы, связанные с строительством аэропорта, это тоже очень важный вопрос, где мы просили бы поддержки. Поэтому в целом считаю, что наша встреча прошла очень продуктивно, и мы надеемся на еще большую активизацию нашего двустороннего взаимодействия. Благодарю коллег с государственными. Спасибо. Хотелось бы тоже со своей стороны поблагодарить народ Абхазии за понимание всех вопросов, которые сегодня мы получили в заверении и максимальную поддержку со стороны народа Абхазии, со стороны президента Абхазии, за что мы очень благодарны, и надеюсь, что мы очень плодотворно будем работать. Я думаю, что мы выработаем определенные идеи, которые найдут реализацию, в том числе и в нынешнем правительстве. Спикер парламента Валерий Кварча подвел итоги работы 6-го созыва Народного собрания Абхазии, полномочия которого истекают 12 апреля 2022 года. За пять лет работы было проведено 89 сессий, принят 181 законопроект в окончательном чтении. Все они вступили в силу. Всего депутаты рассмотрели 220 законопроектов, из них 128 были направлены в законодательные органы от администрации президента. 77 предложили народные избранники, два законопроекта от Верховного суда. Депутаты не успели принять в окончательном чтении 30 законопроектов. Валерий Кварча подчеркнул, что парламентарии 6-го созыва сформировали состав Конституционного суда Республики. Парламент также работал по налаживанию связи с законодательными органами зарубежных государств. Вице-премьер-министр экономики Кристина Остган обсудила с производителями хлебобулочных и зелий вопросы поставки в Республику пшеничной муки и принятия мер по недопущению дефицита. Сообщает пресс-служба Минэкономики, помимо роста закупочных цен на муку, производители констатировали рост цен на ряд ингредиентов для производства хлеба в среднем на 30%. В связи с этим, калькуляция меняется в сторону увеличения. Закупочные цены на данном этапе не являются окончательными и пересматриваются экспортерами ежедневно. Кристина Остган дала поручение сотрудникам министерства проанализировать ситуацию на рынке мукомольной продукции и внести свои предложения по удержанию цен, которые были утверждены в прошлом году, а также рассмотреть вопросы о государственной поддержке производителей. 20 марта колонна с гуманитарной помощью из Абхазии прибыла в ДНР, в частности в города Донецк и освобожденную на днях Волноваху. Сотрудники спасательного ведомства доставили в ДНР электрогенераторы, макаронные изделия, муку, сахар, бутилированную воду, консервы. За словами министра Льва Квициния, помощь была передана властям ДНР для дальнейшего распределения среди пострадавших в результате боевых действий жителей ДНР. А ситуации на Украине. Армия ДНР и штурмовые подразделения Вооруженных сил России продвигаются вглубь Мариуполя. Отвоевываю националистов квартал за кварталом, сообщает РИА Новости. ВСУ не позволяет мирным жителям эвакуироваться и, по сути, прикрываются ими как живым щитом. Людям не хватает еды, воды, медикаментов. Продолжается эвакуация населения в освобожденных районах Мариуполя. В ДНР неоднократно указывали, что ВСУ и националисты используют одну тактику. Загоняют гражданских в средние этажи жилого дома, а сами прячутся внизу и на крыше, откуда ведут огонь. Отвечать им в полную силу невозможно. Погибнут мирные люди. Освобождение Мариуполя откроет прямую сухопутную дорогу в Крым, перерезанную в 2014 году. Это значительно упростит транспортировку гражданских и военных грузов. В перспективе наладится и пассажирское сообщение. По данным Минобороны России, за последние сутки российские военные продвинулись на 6 километров и овладели населенным пунктом Урожайное. За сутки были поражены 137 военных объектов Украины, сбиты 14 беспилотников, уничтожены 9 танков, 7 БМП и БТР. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Абхазии, проходят курсы специальной подготовки водителей военной колесной техники на сложных участках дорог в условиях горной местности, сообщает пресс-служба ЮВЭО. Особенностью подготовки водителей в экстремальных условиях является преодоление различных рельефных препятствий, горных рек, оврагов, сложных серпантинных участков с большими уклонами и крутыми поворотами, каменных завалов, участков вязкого грунта с использованием штатных средств самовытаскивания. Ограничение прав уполномоченного по правам человека и нарушение закона уполномоченного по правам человека в Абхазии. Под таким названием прошла пресс-конференция амбудсмена Сиды Шакрыл. На встрече с журналистами она рассказала о проблемах, с которыми сталкивается офис уполномоченного в процессе осуществления своей деятельности. Репортаж с пресс-конференции смотрите в нашей сегодняшней программе. В селе Сандры, Пшгагарского района, будет построена спортивная база футбольного клуба «Зенит». В республике находится главный тренер Санкт-Петербургской футбольной академии «Зенит-2» Владислав Радимов и директор Центра подготовки и повышения квалификации тренеров Сергей Морозов. Все подробности и материалы Адидзе Садария. Именитый российский футболист, заслуженный мастер спорта России, а ныне главный тренер Санкт-Петербургской футбольной академии «Зенит-2» Владислав Радимов встретился с ветеранами футбола и президентом Федерации футбола Абхазии Тарашем Хаг. Просим прощения за небольшие технические неполадки и продолжаем выпуск. В Сухуме во вторник, 22 марта, было перекрыто движение автотранспорта в связи с укладкой асфальта на перекрестке улицы Базинская и Лакоба. О проведенных работах в репортаже пресс-службы столичной администрации. В России вышло очень много футболистов. Асфальт на перекрестке улиц Лакоба и Абазинская укладывается уже во второй раз. Как рассказал главный инженер фирмы Абхаз-регионстрой Анри Аграба, которому управление капитального строительства поручило заняться ремонтными работами, первый слой был временным, выравнивающим дорожное полотно. Поэтому в нем появились колдобины и ухабы. Кроме того, он уточнил, что при производстве ранее проложенного асфальта на заводе была нарушена технология его изготовления. Негативное влияние на технологический процесс, по его словам, оказал и низкий уровень напряжения электросети на заводе. «Проглядели, все исправим», – сказал главный инженер. Подрядная организация устраняет проблему за свой счет. Работы по асфальтированию этих улиц в юрисдикции управления капитального строительства. Глава города ратует за скорое завершение работ, понимая, что состояние улиц Тухума вызывает неудобства у жителей и гостей столицы. Поэтому инспектирует их выполнение. Обязательства же самой столицы по замене ливневых коллекторов по инвест-программе на трех больших улицах были выполнены еще в ноябре. Известно, что все эти работы планировалось завершить до конца прошлого года. Мы давали такие обещания. Великому сожалению, не все в наших силах. Хочу заметить, что госпредприятия, которые были задействованы по городу Тухум, они свои обязательства выполнили еще в прошлом году, в ноябре месяце. Но укладка асфальта, у нас таких предприятий в городе нет. Привлечены были коммерческие структуры. Вся эта история не городского значения. Несмотря на то, что в городе все происходит, это инвестиционная программа и так далее. Поэтому подрядные организации также были согласованы с управлением капитального строительства. Но, к великому сожалению, не удалось. В прошлом году были разные причины. Хотя мы попросили хотя бы перекрестки успеть сделать. Но, видите, по перекресткам тоже так вышло, что поступил некачественный асфальт, где-то сбой произошел и так далее. Но сейчас производятся работы по замене данного полотна, которое было некачественно уложено в свое время. Поэтому и продолжение работ по улице Гулия было приостановлено. В принципе, был уже конец года. Там и погоды не позволяли, и люди болели. Беслан Эшба отметил, что переносы дат по асфальтированию связаны и с объективными причинами, среди которых и временное прекращение функционирования двух асфальтных заводов в Абхазии. Получается, что сбилась работа на самом заводе. Ни один завод пока не запустился. Вот первый день после Нового года ни в Гудоутском районе, ни в Ачимчирском районе. Там у нас два завода в Ачимчире, а в Гудоутах. Ни один, ни другой завод еще не работал. Это первый продукт с Нового года, который вообще на территории Абхазии произведен как асфальт. Поэтому мы долго ждали. Им удалось наладить работу на заводе. Вот первый продукт. Вроде бы прошли лабораторные испытания, качественный асфальт. Поэтому работы начались. Также они будут продолжаться. Очень надеемся, что сбой на заводе асфальтном не будет. Асфальт привозится из Ачимчирского района. Там у нас асфальтный завод. Гудоутский район запуститься не может. Там у них в сети 147 напряжения. Поэтому завод запуститься никак не может. Если бы они раньше запустились, мы, естественно, подрядные организации взяли бы там, где было быстрее. Мы просили, сейчас просим Черномор Энерго не сбивать работу. Потому что там тоже идет веерное отключение. Если будет сбой в работе, то, естественно, останемся без асфальта. Поэтому вот в таком очень сложном, непростом режиме это происходит. Есть объективные, может быть, есть и субъективные причины. Во всяком случае, больше нас, администрации города, никто не хочет, чтобы быстрее все это закончилось. Подготовительные работы практически на Гуле завершены. Идут сейчас подготовительные работы по улице Джонова, обратно под асфальт, разумеется. Там коммуникации все уложены, все остальное. Поэтому работы будут двигаться. Очень надеемся, без сбоев. В последнее время в соцсетях появились комментарии, в которых говорится о каких-то проеденных деньгах, из-за которых якобы не завершаются работы. Мэр столицы напоминает, что работы по инвестпрограмме оплачиваются только после их выполнения. Спешу обрадовать, что деньги приходят после того, как работы выполняются. И это не абхазские деньги, это российская помощь, которая работает по инвестпрограмме. Ты пока выполняешь работы, а потом только деньги запрашиваешь, и тебе закрывают после четкого анализа проведенных работ. Поэтому невозможно деньги потратить, если ты их не получил. То есть не надо обманывать людей. Там, где мы можем помогать со стороны города, нам даже приходилось в кредит деньги брать, для того, чтобы поддержать работу подрядных организаций. Потому что, я еще раз повторюсь, деньги российские приходят позже, чем выполняются работы. Это те, кто знают эту историю, они знают. Те, кто не знают, мы эту информацию доводим до них. Воспользовавшись тем, что асфальтный завод в Ачемчирском районе запустился, Дорожно-строительное управление администрации Сухома закупило материал для ямочного ремонта улицы Лакоба на промежутке между Воронова и Абазинской. Как рассказал начальник ДРСО Дмитрий Ахуба, также планируется ямочный ремонт на улице Агума. В селе Сандрыпш Гагарского района будет построена спортивная база футбольного клуба «Зенит». В республике находится главный тренер Санкт-Петербургской футбольной академии «Зенит-2» Владислав Радимов и директор Центра подготовки и повышения квалификации тренеров Сергей Морозов. Все подробности в материале Адит Сызагария. Именитый российский футболист, заслуженный мастер спорта России, а ныне главный тренер Санкт-Петербургской футбольной академии «Зенит-2» Владислав Радимов встретился с ветеранами футбола и президентом Федерации футбола Абхазии Тарашем Хакба на стадионе в Гагре. По словам футболиста, он не впервые в Абхазии. В 12-летнем возрасте он отдыхал в Гагре и смотрел футбольные матчи команд. Это, конечно, замечательные воспоминания. И то, что «Зенит» здесь помогает, и мальчишки занимаются любимым делом, это очень важная история. И дай бог, чтобы она продолжалась. Но давайте не забывать, что из Абхазии вышло очень много футболистов достойных. Если мы сейчас на память, я вспомню Дараселия, который забил мяч в финале Кубка Кубков за Тбилисская «Динамо», который известен всему миру и был, наверное, один из самых ярчайших технически обученных футболистов в истории советского еще футбола. То ничего невозможного нет, и если такие условия существуют, я пацанам сейчас сказал, любите футбол, играйте в него как можно больше, и тогда у вас что-то получится. На встрече также присутствовал директор российского центра подготовки и повышения квалификации тренеров Сергей Морозов. Обсуждался проект по строительству спортивной базы для футболистов Академии, молодежных и женских команд на территории Цандры в Шавгагарском районе. Спортбаза станет отличной площадкой для тренировок молодых футболистов Академии «Зенита», а также даст толчок развитию спорта в Абхазии. Конечно, эта база будет способствовать развитию футболистов. Будем делать все для того, чтобы ваши мальчишки могли там совершенствовать свое мастерство по всем видам спорта, потому что там в составе базы планируются и футбольные поля, и универсальный спортивный зал, и бассейн, что позволяет, в общем-то, развивать наших детей. Решение принято и решение окончательное. Делегация в полном составе посетила новоафонский филиал Академии «Зенит», где главный тренер футбольного клуба «Зенит-2» Радимов провел тренировку с учениками Академии. Строительство спортбазы будет способствовать развитию абхазского футбола, говорит президент Федерации футбола Абхазии Тараш Хагба. Это для нас большое событие. Такого масштаба базы у нас в Абхазии не было, было в СССР в свое время, но, к сожалению, сегодня этого нет. Что касается самого строительства, конечно же, это будет способствовать развитию нашего абхазского футбола. У самой команды «Зенит» много возрастных категорий, которые также будут приезжать и базироваться там, проводить футбольные мероприятия. Также для нас, конечно, эта база также будет открыта для мероприятий всех, которые мы будем в будущем задумывать. Академия футбольного клуба «Зенит» открылась в Абхазии 27 марта 2021 года. Сегодня в отделениях филиала Академии в Гудауте, Сухуми и Новом Афоне тренируются юные футболисты с 8 до 15 лет. Адица Сагаря, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 23 марта на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями без осадков туман. Температура воздуха ночью 1,6, с днем 7,12 градусов, температура морской воды 8 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова